Это программа Актуальный Разговор, с вами Айнур Зинатурин, здравствуйте! Тема на сегодня материнский капитал, телефон на прямом эфире прежний 511-99-66 и 8800-532-55, звоните и задавайте ваши вопросы по этой теме А сегодня у нас в гостях НЖ Мухаммед Галеева, начальник отдела государственной администрации недвижимости, физических лиц управления Росрестора Республики Татарстан, НЖ. Здравствуйте! Добрый вечер! И первый вопрос, куда сейчас татарстанцы уже могут потратить свой материнский капитал? Ну, вообще материнский капитал дается уже 10 лет, да, и предоставляется он на определенные цели По закону это улучшение жилищных условий, пенсия матери, либо обучение Значит, конечно же, по статистике практически все татарстанцы тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий И здесь я бы хотела обратить внимание, что при использовании материнского капитала на улучшение жилищных условий Право на недвижимое имущество, на приобретенное жилое помещение должно быть оформлено на всех членов семьи А давайте более подробнее, как-то по структуре все это происходит Давайте! Значит, вообще законодательно предусмотрена такая возможность, когда на жилое помещение Оформляется сначала на одного родителя, допустим, по договору купли-продажи Оформляется право собственности на маму, то есть получившую материнский капитал Затем, в течение шести месяцев, после того, как пенсионный фонд перечислит продавцу средства материнского капитала Мама обязана по закону, опять же, обращая внимание, выделить доли всем остальным членам семьи То есть своему супругу, если таково имеется, и детям И первому, и второму, и третьему, то есть всем детям, которые у нее есть Также материнский капитал может быть потрачен на погашение кредита Если квартира приобретена была с использованием кредитных средств, в ипотеку Соответственно, кредит может быть погашен материнским капиталом В этом случае обязательство должно быть исполнено по выделению долей Именно после полного погашения кредита Если квартира приобреталась на востройке, то после ввода дома в эксплуатацию Соответственно, подписывается акт прием-передачи застройщиком После подписания акта прием-передачи тот родитель, на кого оформлялось право Также должен выделить доли всем членам семьи И третий вариант может быть, не третий только, но как вариант Это, допустим, вы участвуете, вы вступаете в жилищный кооператив Вы плачиваете паевый взнос После полной выплаты паевого взноса за квартиру Вы также обязаны выделить доли всем членам семьи И у вас на руках, кстати, имеется обязательство нотариальное удостоверенное Согласно которому у вас вот эта обязанность и возникает А куда чаще все трансляции вкладывают? В ипотеку или постройку нового жилья? Ну, я не могу сказать То есть мы такую статистику не ведем То есть мы видим и приобретение жилых помещений на вторичном рынке недвижимости И в новостройках, и в жилищных кооперативах То есть самые разные варианты А вот более подробнее по поводу права собственности Для чего это делается? Для чего это делается? Вообще цель предоставления материнского капитала Это повышение демографического нашего уровня в стране И, конечно же, поскольку выдаются на улучшение жилищных условий семьи А я подчеркиваю это слово То логично будет, если у каждого члена семьи То есть не только у родителей, но и у детей Будет право собственности Право общей долевой собственности То есть у ребенка не только будет право проживать в этой квартире Пользоваться этой квартирой Но и будет своя доля в праве То есть в этом случае То есть именно почему мы говорим Что обязательство выделить доли То есть если доли в праве не выделяются детям Налицо ущемление прав детей Давайте представим ситуацию То, что семья накопила 2 миллиона рублей У них появился второй ребенок И вот они приобретают совместное имущество Что делать в этом случае? Как распределяются эти доли? Давайте так Значит, допустим, вы покупаете квартиру За 2 миллиона 450, допустим, тысяч 2 миллиона, как вы говорите, вы накопили 450 тысяч вы берете средств материнского капитала Насколько все знают, сейчас сумма материнского капитала именно такая Значит, каким образом здесь поступаем? Я хотела бы обратить внимание на положение семейного кодекса Думаю, всем известно, что вот те средства, которые накоплены И, значит, которые потрачены на приобретение имущества супругами законными Да, находящимися в законном браке Такое имущество называется совместно нажитым имуществом И по закону вы, как супруги, приобретаете эту квартиру Как совместную собственность Да, даже не важно, на вас эта квартира оформлена Либо там на вашу супругу Вот, плюс, то есть, вот эти 2 миллиона, это ваше совместно нажитое имущество 450 тысяч материнский капитал, это целевые средства То есть, эти 450 тысяч не являются совместно нажитым имуществом супругов Это средства, которые выделены государством на определенную цель Значит У нас буквально, я вам сейчас передаю, как раз звонок на эту тему Говорите, мы вас слушаем Добрый вечер Я бы хотела спросить, вот мы приобрели с использованием от капитала жилье Отлично Обязательство пенсионному фонду я, соответственно, давала От выделения долей детям и супругу Но запуску сейчас в том, что супруг настаивает на неравномерном выделении долей Если это совместно нажитое имущество, там, ну, как бы, равнозначные доли я предполагала выделить и так далее Сейчас вопрос уперся в то, что он хочет себе все, а нам мизерные доли И, соответственно, я на это пойти не могу, даже соблюдая интересы детей И, соответственно, и обязательства свои предпенсионным фондом он мне исполнить не дает Вот каким образом нам эту ситуацию разрешить? Минуя, может быть, судебный порядок или это только в суде теперь решается? Спасибо большое за вопрос, Инженер Исмагдановна, да, хороший вопрос Да, вопрос хороший, и как раз он к той теме, к тому вопросу, который я развивала То есть, опять же, мы имеем место, с одной стороны, условно говоря, часть квартиры совместно нажитое имущество Какая-то часть на 450 тысяч, это целевые средства материнского капитала Соответственно, у наших родителей возникает обязательство выделить доли Понятно, что в данной ситуации, вот как у нашей зрительницы, доли между супругов и детей будут неравными То есть, поскольку супруги свои средства вложили больше, а средства материнского капитала, они там, ну, на четверто меньше Вот, что говорит закон? Размер долей определяется по соглашению Кстати, вот в этой ситуации, в той ситуации, которую я описываю, соглашение должно быть обязательно нотариально удостоверено То есть, почему? Потому что по семейному кодексу соглашение о разделе имущества Либо об определении долей между супругами подлежит обязательно нотариальному удостоверению Соответственно, и вот этот, скажем так, смешанный договор, он тоже будет подлежать обязательно нотариальному удостоверению Поэтому, либо вы идете с супругом и мирно договариваетесь, идете к нотариусу, определяете доли между супругом и между вашими детьми Подчеркиваю, что в этом случае доли будут неравными, да? Хотя, опять же, по соглашению вы можете договориться, что доли могут быть равными Либо, если уж супруг ни в какую не идет, ну, к сожалению, спорные вопросы решаются только в судебном порядке То есть, два пути, либо полюбованы, либо через суд, да? Я правильно понимаю? Совершенно верно И у нас еще один звонок, говорите, мы вас слушаем Да, говорите, я вас слушаю Алло, здравствуйте Да, здравствуйте У меня такой вопрос Я родила второго ребеночка, соответственно, получила материнский капитал И на средства материнского капитала я выкупила у сестры долю в квартире на свое имя В браке я не состою И сейчас мне необходимо исполнить обязательства, выдвинуем мне пенсионным фондом Я бы хотела уточнить, какие документы нужны и вообще, с чего мне начать Спасибо большое за вопрос Вот, смотрите, в этой ситуации, получается, во-первых, наша зрительница, она не в браке То есть, уже, скажем так, отметаем, да, вопрос совместно нажитого имущества Во-вторых, значит, приобретение доли в праве на квартиру То есть, купила долю в праве у сестры В принципе, такой вариант, конечно, тоже возможен И в данной ситуации, поскольку закон не требует обязательно нотариального удостоверения Вот эту долю, которую купила наша зрительница у сестры, вот эту долю она должна разделить между собой и своими двумя детьми Допустим, ну, не будем сейчас гадать, ну, в равных долях Вот эта долька делится еще на три равные доли Вот это соглашение в данном случае может быть составлено в простой письменной форме То есть, без участия нотариуса Составляется соглашение, приходите к нам, оплачиваете госпошлину в установленном размере И, соответственно, мы вам прекращаем долю, ту, которую вы купили у сестры И регистрируем на вас и на ваших двух детей те доли, которые определены соглашением То есть, правильно я понимаю, что потом в будущем, если они захотят продать, если сестра захочет продать квартиру, ее нужно будет на все доли У сестры, получается, уже нет доли То есть, купили долю у сестры, у сестры, получается, нет уже доли У нас очень актуальная тема, говорите, мы вас слушаем, у нас еще один звонок Здравствуйте, скажите, пожалуйста Вот у нас в семье дети от разных браков Старший рожден в первом браке, а двое других в последующем И вот во втором браке с использованием средств маткапитала, получается, приобретена квартира Вот нужно ли включать в долю первого ребенка? Спасибо большое за вопрос, как раз мы обсуждали до эфира этот вопрос Да, совершенно верно, такие вопросы тоже нет-нет, но возникают Опять же, обратимся к федеральному закону, он называется О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей Где сказано, что в соглашении об определении долей должны быть включены и оба родителя, и все дети То есть, первый, второй, третий и последующий Буквально цитирую требования закона Поэтому в данной ситуации ребенка от первого брака тоже нужно будет включить То есть, долю тоже нужно будет выделить Тут, я так понял, речь идет о том, можно ли не включать его То есть, можно ли его не включать? Вот когда вы не включите ребенка, вы ущемите в данном случае права этого первого ребенка Это на основе закона или что-то моральное? Конечно, на основе закона Нет, это обязательно на основе закона Я уже говорила, что в законе прямо так и написано То есть, родители и дети, включая первого, второго, третьего и последующих Поэтому первый ребенок, мы его тоже не можем, не имеем права ущемлять в этом вопросе А что говорит судебная практика? Вот был первый вопрос по поводу того, что муж, ну, возможно, придется идти в суд Вот в случае, если идут в суд, на чьей стороне? Я сейчас не могу сказать по поводу, не анализировала судебную практику Но в каждой ситуации суд, конечно же, решает, в зависимости, какие доказательства будут представлены истцом и ответчиком То есть, понятно, в судебном заседании, может быть, супруг представит документы о том, что он на приобретение этой квартиры потратил большую сумму Да, допустим, за 2 миллиона купили, а у меня там родители, вот документы, они нам дали полтора миллиона, это мои родители Ну, то есть, доказательства могут быть совершенно разные, соответственно, решения судов тоже могут быть разные Но при этом, я думаю, что ни один суд, опять же, не ущемит права детей в случае, если будет видеть, что были потрачены средства материнского капитала То есть, доли у детей обязательно должны возникнуть, либо по соглашению, как я уже говорила, либо по решению суда Вот еще не секрет, что материнский капитал, как правило, использующий серые схемы, что как-то обналички и так далее Вот что сейчас с этим, что делает прокуратура за последний год? Какие случаи были? Какие изменения? Ну, я на самом деле вижу такую достаточно большую активность в этом вопросе То есть, прокуратура жестко берется за надзором по исполнению этого федерального закона, который я называла Я в своей практике вижу решения судов, когда обязывают по иску прокурора, суд, значит, удовлетворяет иска И обязывает родителя, на которого была оформлена квартира, выделить доли детям Даже вот в случае были накладываются аресты, там приходили граждане, которые говорили, мы вот не выездные, что же нам делать? То есть, вот я повторюсь, да, уже 10 лет, как выдается материнский капитал И вот эта активность, она начала, в принципе, только последние годы Вот, поэтому, еще раз говорю, это деньги, которые выделены государством именно на, ну, в данном случае, на улучшение жилищных условий Их ни в коем случае нельзя обналичивать, это нарушение закона Поэтому будьте добры, если вы еще сидите и думаете, как бы стоит, не стоит Стоит, потому что в итоге вас либо, ну, вы либо сами все-таки придете, да, либо вас обяжут это сделать Потому что надзор, контроль вот за этим вопросом, он осуществляется на самом деле В общем, вернемся к этой теме, а сейчас у нас звонок в студию, говорите, мы вас слушаем Здравствуйте, мы купили квартиру с использованием материнского капитала Подскажите, как продать ее правильно? Спасибо большое Так, вы купили квартиру с использованием материнского капитала Еще раз повторяюсь, значит, в этой квартире вы должны были выделить доли супругу, супругам, детям Да, то есть, допустим, у вас по одной четвертой доле А сейчас, значит, обязательно должны выделить, потому что иначе, если вы продадите эту квартиру Значит, ну, допустим, вы оформили на себя, продаете, как бы никто ничего не подозревает И мы тоже в Росреестре этого не видим, да, то есть нам обязательства вы не представили Не показываете, что на средства материнского капитала такие ситуации тоже нередки Вот, если вы продадите вот в таком виде, да, то есть только вы А в последующем у вас просто могут быть негативные последствия, о которых я говорила Когда у вас суд, либо там по требованиям судебных приставов Обяжут выделять доли, ну, в какой-то квартире, значит, в другой Ну, по крайней мере, вот эта вот, можно сказать, схема обналичивания, да, о которой вы говорили Вот, возвращаясь к тому вопросу, значит, вы выделяете доли, соответственно, супругу и детям И уже продаете, ну, если у вас четверо, продаете все четверо То есть вы все четверо будете продавцами этой квартиры Какие здесь нюансы? Во-первых, при продаже долей требуется сейчас обязательно нотариальное удостоверение договора купли-продажи Во-вторых, поскольку продается доля в праве, в том числе несовершеннолетних детей Обязательно потребуется разрешение органа опеки и попечительства Опять же, с той целью, чтобы не ущемлялись права детей Вы продадите эту квартиру только при условии, какой вам скажет орган опеки и попечительства Как правило, это условие приобретения доли, той же идентичной доли, в другом жилом помещении То есть ребенок не должен оставаться без ничего А какие основные причины отказа в регистрации недвижимости с использованием ботеретского капитала? Как раз причина приостановления отказов это в том, что либо не соблюдается форма соглашения Как я говорила, когда требуется нотариальная форма, люди представляют простую письменную Также часто бывают ситуации, когда регистратор не видит, что данное жилое помещение, где хотят выделить долю Это было приобретено на средства материнского капитала То есть в этом случае мы предлагаем представить либо обязательства, либо какие-то иные документы Если, допустим, был погашен кредит на средства материнского капитала, мы также не можем видеть это То есть граждане нам представляют какие-то справки из кредитных организаций, из банков Чтобы мы убедили, что действительно эти средства были потрачены на погашение кредитов Джейс Магданов, подводя итог этой программы, давайте резюмируем все, что было сказано Какие основные позиции, что должны запомнить после? Основные позиции заключаются в том, что если вы приобрели жилое помещение на вторичном рынке, в новостройке Либо вступая в жилищно-строительный кооператив Либо, кстати, мы об этом не говорили Средства материнского капитала могут быть потрачены на строительство индивидуального жилого дома Либо даже на реконструкцию своего индивидуального жилого дома И в этом случае в течение 6 месяцев, когда будет оформлено право на жилой дом, допустим, на папу Опять же нужно выделить доли в этом доме на всех членов семьи Значит, обязательно выделить необходимые доли Делается это на основании соглашения, которое составляется либо в нотариальной форме Либо в простой письменной форме, в зависимости от того, какие средства были вложены То есть, таким образом, я призываю все-таки следовать букве закона То есть, исполнять закон, чтобы к вам потом не было никаких вопросов И не обделять детей своих Конечно же, не обделять своих детей Спасибо большое, что пришли в нашу программу, НЖС Магдану Будем рад видеть вас снова еще на следующей неделе Спасибо большое, до свидания Это была программа «Актуальный разговор» С вами был Айнур Зинатулин, до встречи Субтитры создавал DimaTorzok